Я стараюсь, чтобы все цветы в моем саду были в прекрасном состоянии. Но так, как выглядел в этом году куст флоксов, такого у меня никогда не было. Почему? Сейчас я вам раскрою секрет. Первые кадры были середины лета. А вот так этот куст флоксов выглядел к началу ноября. Я даже не верю своим глазам. Почему так получилось? Обычно мы самый верхний бутон, когда он отцвел, обрезаем. И из пазух листьев появляются новые бутоны. Но в этом году я сделала совершенно по-другому. Когда стебли отросли на полметра, я их обрезала. То есть прищепнула, другим словом. И таким образом я дала старт росту не только центральному бутону, но и тем, что были в зачаточном состоянии в пазухах листьев. То есть сделала вот такую прищепку. Вот сейчас я показываю осеннюю. На осеннем кусте я показываю подробно, как я это делаю, чтобы было понятно. Потому что у меня был маленький ролик, и в комментариях люди спрашивали, а что такое прищепка? Покажите, как на самом деле это было. В общем, это все просто. Гениальное все просто. Но получился потрясающий результат. Еще раз повторяю. Когда стебель дорос где-то до половины метра, может быть, 40 сантиметров, я прищепнула точку роста. Можно руками, потому что он довольно-таки такой хрупкий. Можно секатором. И сразу же из пазух листьев стали расти боковые бутоны появляться. И таким образом куст стал пышным. Представьте, вот, например, вот это молодой куст, а у меня, допустим, ну куст ему лет 5. И вот сколько там побегов сильных было. И каждый побег умножился в несколько раз. Поэтому и получился огромный, шикарный куст. И цвел он очень-очень долго. Буквально до поздней осени. Я сама глазам своим не верила. Поэтому вот для вас от меня такой секрет. Пользуйтесь, заходите ко мне на канал. Я еще много знаю такого интересного и своего опыта, что уже опробировано в моем саду. Я вас жду. Я стараюсь для вас. С вами Фото дом в провинции. И я, Вера Александровна. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok